МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темы сегодня. Красный день вчерашнего календаря. В Рязани прошло шествие в память о революции 1917 года. Новое назначение Совет областной думы утвердил в должностях крупных региональных чиновников. Распогодилось. Ноябрь продолжает удивлять высокими температурами. Что будет дальше, информация синоптиков. А теперь обо всем подробнее. Сегодня российские коммунисты отмечают 96-ю годовщину Октябрьской революции. По традиции, оставшись неизменной с советских времен, колонны под красными флагами прошли от площади Победы до площади Ленина в Рязани. Официальное место проведения митингов у нас. Подобные шествия с обязательным перекрытием центральных улиц в России понемногу выходят из моды. В том смысле, что населению непонятно, почему на несколько часов главные улицы отдаются практически во власть партийцам, с учетом того, что государственного праздника 7 ноября в стране уже давно нет. В 96-м году Красный день календаря переименовали в малопонятный день согласия и примирения. А в 2004-м власти вспомнили, что есть близкая к 7-му историческая дата. А именно 4 ноября, знаменующее изгнание польских интервентов из Москвы в 17-м веке. Получился более внятный национальный день, а именно недавно отмеченный нами праздник народного единства. Что касается годовщины революции, то здесь сейчас не все просто. Теоретически ведь и другие политические силы могут устроить свое собственное торжество, скажем, день рождения партии или вождя. И потребовать центральные улицы городов для собственной демонстрации. Разве не так? Тем более в России принят закон о митингах и шествиях, который ограничивает проведение массовых мероприятий. Например, сегодня утром пришло известие из города Ельца, что местная мэрия не согласовала коммунистам проведение митинга. Но к такому повороту дела верные ленинцы были готовы и опробировали новую форму общения с народными массами. В Липецке, например, выстроили схему с формулировкой встречи депутатов с избирателями. Пресса утверждает, система работает, митинги никто не запрещает, полиция в такие массовые акции не вмешивается. Но, в принципе, демонстрации 7 ноября пока нигде особо не запрещают. Дескать, люди к ним еще с прошлого века привыкли, да и коммунисты вещают горячо, но в пределах дозволенного, без экстремизма. Хотя далеко не все рязанцы рады тому, что сегодня из-за шествия в памяти революции 1917 года центр города был на два часа перекрыт. Открывает программу репортаж Олеси Харлиной. 7 ноября многие россияне вспоминают сложный, даже переломный период в истории своей страны. Ностальгия, конечно, дело хорошее, но как раз те, кто в силу убеждений или обстоятельств вынужден сегодня работать, снова, в прямом смысле слова, идут в обход. Маршруты троллейбусов идут по параллельным улицам. Революция, день согласия, традиция, то ли выходной, то ли нет – примерно такие слова и словосочетания прозвучали в этот день от наших респондентов. Точных формулировок почти никто не вспомнил, но на каком-то генетическом уровне почти все уверены – помнить надо. Наша история, как же мы не знаем, мы выросли на этой истории. Вы считаете, отмечать нужно? Нужно, обязательно. Не знаю. Народу, посмотрите. Мне он не нужен. Вы знаете, сейчас любого молодого человека спросить, они вообще-то этого не знают. Мы-то знаем, что 7 ноября отправляли наших солдат на войну. Кому нужно, кому нужно. А вам? Я нужен. Ну зачем не знаете? Что бы было? И только небольшой процент опрошенных знал, что на центральных улицах сегодня общественного транспорта можно и не дождаться. Очень неудобно. Очень неудобно для народа. Нет, неудобно. Неудобно? Мешком добираетесь? Да. День. День. Добыла. Что за день не помните? Нет. 7 ноября о чем-нибудь говорит? День согласия, примирения, ничего? Октябрьская революция, что еще? А вот это да. Молодежь спешила по тротуарам, сетую на долгую, незапланированную прогулку. На фоне этого неспешная процессия участников мероприятия казалась еще более странной. Пожалуй, только Старая Гвардия и помнит, что случилось 7 ноября 96 лет назад. Сегодня одни соглашаются, что праздник нужный, другие примиряются. Сегодня жители Московского округа Рязани поинтересовались, позвонив в нашу редакцию, почему около школ детей встречают экипажи дорожной полиции. Беспокойство горожан понять нетрудно, а в такое время живем бдительность и еще раз бдительность. Но в данном случае речи о чрезвычайных происшествиях не идет. Не было и особого усиления охраны детских учреждений. ГИБДД еще вчера, то есть заранее, сообщило о проведении очередного рейда, связанного с проверкой условий перевозки детей в автомобилях. Рейд по креслам. Так называют такие мероприятия журналисты, рассказывает Глеб Галушкин. За перевоз ребенка без специального удерживающего устройства штраф с 1 сентября вырос более чем в 6 раз. Сейчас он, по словам дорожных полицейских, составляет 3000 рублей. Впрочем, инспекторы считают, что такая мера поспособствует уменьшению травматизма маленьких пассажиров в ДТП. Мы стараемся ликвидировать информационную неграмотность, потому что, к сожалению, у людей детское удерживающее устройство ассоциируется только с детским креслом. Когда ребенок вырастает из детского кресла, да, то есть идет уже, например, в школу, не считают нужным использовать другие детские удерживающие устройства. В лучшем случае пристегнут ремнем безопасности. Сегодняшний рейд проходил в Московском районе, возле местных школ и детсадов. Кстати, добродушные рязанские дорожные инспекторы, даже если и выявляли нарушителей, то не наказывали их, а проводили с водителями разъяснительные беседы и раздавали им информационные памятки. Но это лишь временное исключение из правил. Так что берегите детей и домашний бюджет, устанавливайте в машинах кресла, а то хуже будет. Сегодня в полдень прошло заседание Совета Рязанской областной думы. На эту встречу губернатор Олег Ковалев привел новоназначенных, как говорили когда-то, птенцов гнезда своего для утверждения их в должностях региональным парламентом. На заседании Совета Рязанской областной думы в повестку дня был включен вопрос о новых назначениях на должности заместителей председателя правительства. Программа вам следующая – поддержать назначение Андрея Дмитрия Владимировича на должность заместителя председателя правительства, который будет совмещать свою деятельность с должностью министра сельского хозяйства и продовольствия. Для нас это важно с нескольких точек зрения. Во-первых, мы должны поднять уровень этой отрасли, поскольку отрасль действительно нуждается в самых серьезных отношениях. Также Олег Ковалев прокомментировал изменения в структуре работы правительства. Первые объединяем то, что я считаю должно быть в одном блоке. Это строительная отрасль, это отрасль жилищно-коммунального хозяйства и транспорт дороги. И мной предложена кандидатура Ахмедов, что как бы был отличный должный заместитель председателя правительства на эту, как говорят, расстреливную должность. Потому что сегодня, мы будем говорить так, во всех трех отраслях сегодня проблем гораздо больше, чем, будем говорить так, каких-то рывков и успехов. Объединение в один блок направлений транспортной, жилищной и строительной сфер, по мнению губернатора, решит множество проблем, передав комплекс работ в одни руки, в случае чего и спрос будет с тех же, фигурально выражаясь одних рук. Далее о погоде той самой, которая удивляет нас, включая и сторожилов. Про них сатирик сказал. Это люди, которые никогда ничего не помнят. Так вот, действительно, даже самые-самые древние рязанские сторожилы не припомнят такого теплого ноября. Атлантический циклон ворвался в Россию и хозяйничает у нас, как нахальный квартирант. Впрочем, никто против такого вторжения не возражает. На улице тепло, сухо и солнечно. Синоптики говорят о температурном рекорде за последние 130 лет. Подумать только, сколько поколений позавидовали бы сегодняшнему ноябрю. Вообще он оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Однако зима, конечно, будет. Не зря же народ шипованную резину на свои авто ставил. Вот что обещают рязанские синоптики. Тепло продержится у нас недолго и 7 ноября мы ожидаем уже приближения холодного фронта с волнами, который принесет с собой осадки различной интенсивности и небольшое понижение температуры воздуха. В ночь седьмое на восьмое ноября температура воздуха ночью составит 2,7 градусов тепла и днем будет около 5,10 градусов тепла. На выходных мы ожидаем получше погоды, преимущественно без осадков и температуру воздуха в пределах ночью плюс 1, плюс 6 градусов, а днем также 5-10 градусов тепла. Что касается аномальной температуры, то она была зафиксирована не только в столице, но и в Твери, Ярославле, Костроме, Иваново, Владимире, Калуге, Туле, Брянске, Орле, Тамбове. Как приятно разделить хоть малую погодную радость с таким большим количеством соседей. Но как было написано на кольце царя Соломона, и это пройдет. В нашем случае речь, конечно, о теплом предзимье. Хотя жаль, жаль. На сегодня все. Завтра, как и всегда, по пятницам мы вместе подведем итоги уходящей трудовой недели со всеми ее буднями и праздниками. А сейчас хорошего всем вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!